Я бы вам такой хотел вопрос задать. Психология стала модной. С этим не поспоришь. Вообще философия психологии это жить ради тебя. Как бы лелеять свой навс. Я хочу сегодня позвонить, например, дяде. Я звоню. Не хочу, не звоню. Мне мама сегодня звонит. Если я хочу брать трубку, я беру. Если я не хочу, я не беру. Если я не научился уважать себя, никогда меня никто вокруг меня уважать не будет. И никогда я счастливым не буду. Как вы думаете, раз она такая модная, такой огромный бизнес сегодня мировой. Позавчера еще на Западе началось. Как вы думаете, люди, которые сегодня следуют за психологией, они не счастливее ли нас? Раз так они столько ресурсов временного, финансового вкладывают. Вот в эту нишу, в эту науку, если можно так назвать. Смотрите. Аллах в Коране говорит, над каждым знающим есть еще более знающие. То есть, опять же, если посмотрите, вот откуда он берет вот эти вот, скажем, такие навыки, откуда вот эти вот они знания берут, опять здесь человеческого разума. То есть, человек, например, человеческий разум, он обманщик. Он обманщик. То есть, опять же, я могу вам, например, скажем, вот так посоветовать, другой может так посоветовать, третий может так посоветовать. Но пророк Мухаммад, саллах алей салла, что сказать? Иставти кальбек. Спроси свое сердце. То есть, например, я, например, даже вот там, сколько с людьми здесь вот работа в мечети, люди приходят после психологов, после каких-то там тренингов и так далее, по психологии, еще что-то там. Говорят, так я запутался. Один одно советует, другой, другой советует, третий, другой советует. Что мне вообще слушать? Кого слушать? Я с этим посолил, он говорит, сделай так. Он говорит, нет, сделай так. Я говорю, сделай так. Я так запутался. И в конце, в итоге, ничего не делаю. То есть, поэтому мы что? Мы берем, аль-хамду л-ракосу, Шейх Абдул-Басин, Субханаллах, я, когда летел из Саудии в Дубае, остановился с одним таким модным арабом, разговорились, я говорю, куда лечу? Во Францию летит. Заплатил за семинар 10 тысяч долларов. Там потом еще там, я говорю, что за семинар? Говорят, как этикет, как правильно держать вилку и ножик? Как правильно кушать этикет? Применение пищи, Субханаллах. Я говорю, Субханаллах, это у нас же есть в Куране, в Сунне есть. Где пророк Мухаммад Субханаллах еще 15, почти 15 веков назад сказал, кушай правой рукой, кушай то, что перед тобой. То есть, одну часть желудка там для воздуха, третья там для еды, для питья и так далее. Это же все есть у нас, Субханаллах. То есть, это создатель наш, Аллах Субханаллах, лучше знает, опять же, мы должны вернуться, что нам нужно и для счастливой жизни. Поэтому, человек должен спросить свое сердце. Но сердце должно, опять же, чему-то подчиняться. То есть, чему-то, следовать чему-то. То есть, не должно это быть на уровне эмоций. Не должно быть на уровне там своих каких-то мыслей. Потому что у человека за одни сутки столько миллионов мыслей пролетает. То есть, никакое нужно уловить. То есть, нужно вернуться, опять же, что? В инструкцию. Вот это, Субханаллах, инструкция со страниц. Здесь все есть. Все знания есть. Здесь и знания, то есть, амали-л-кулюб, то есть, дела сердец. Здесь запреты, дозволенности, география, математика, джамир-улум в Куране. Все знания в Куране есть, аль-хамду-Лля. Поэтому, я общался много с теми людьми, которые проходили те или иные, так скажем, семинары по психологии и так далее. Но, в большинстве случаев, в большинстве случаев, вроде вначале, как интересно, заманчивое, заманчивое и так далее. Но, в конце человек, чуть ли уже, у него крыша не ездит, он не знает уже, куда бежать, прибегает в отом мечети и начинает вот, так запутался. Поэтому, опять же, смотрите, вот, чтобы уважали нас, мы должны уважать других людей. Если, например, я говорю, так, вот сейчас мне дядя звонит, а я не хочу сейчас отключать, так же будет, что и к тебе же так же будут поступать. Поэтому, Аллах говорит, то, что за добро человек получит добро. Это называется, вы знаете, то есть, это награда подобно тому, что ты сделал. Здесь Всевышний, Субханава Таля, говорит, вспомните обо мне, и я вспомню о вас. Поэтому, забыли о Всевышнем и забыли. Поэтому, если мы хотим обратно получать, так скажем, от людей, от окружения, получать, так скажем, что-то хорошее, то мы сами должны от себя издавать, ахамдуля, все хорошее и лучше. Как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхисалям, например, то, кто не проявляет милость, Аллах не проявляет ему милость. Человек поднимает руки, Аллах, почему у меня все плохо? Почему ты мне не проявляешь свою милость? Когда ты проявляешь свою милость, посмотри на свою жизнь, брат, сестра, ты сам, какое отношение к своей семье, к близким, к родным, к родным, к людям, к отношению даже к растению, к животным, как обращаться посланник Аллаху алейхисалям на событие. Если у тебя нету мягкости, если в твоем сердце нету милости, какую ты милость хочешь получить, совсем что. Поэтому, отвечая как бы на ваш вопрос, там, да, может быть, то есть, иногда может человек что-то попасть в точку, например, что-то посоветовать, там, как по какой-то психологии, ахамдуля, и посоветовать правильно. И эта вещь соответствует законам Всевышнего Создателя. Но зачем нам идти через какого-то посредника, когда у нас есть оригинал?